В другой фазе мы видим, что между этими характеристиками есть конечный существо и конечная работа. Ну и вот, поскольку энтропия и объем представляют собой первопроизводные потенциала гипса, ну и элитическому потенциалу, если мы так говорим, потенциале гипса, более вещества, по переменам температуры и давления, поскольку мы и говорим, что пазовые переходы первого рода, это переходы, которые характеризуются скачком, разрывом между первыми производными потенциала по температуре и давления. Ну и, соответственно, мы через эти скачки выразили производную равновесного давления по температуре, ну и наоборот, можно перевернуть это соотношение. В общем, вот для этого наклона кривой, который на плоскости Т и П определяет линию равновесия, отделяет область устойчивости одной фазы, отопность и устойчивости другую фазу. Вот это уравнение Куперна-Калузиуса мы в прошлый раз с вами вывели и, ну, как-то обсуждали, значит, какими следствиями из него можно обогатиться, так сказать. Ну и в конце пары мы начали, правда, мы только сформулировали, начали обсуждать так называемый принцип «вешетелье» права. Ну вот я напомню, что сформулировать можно было бы это утверждение таким образом. Внешнее воздействие, вводящее систему термодинамическую из состояния равновесия, стимулирует в этой системе процессы, которые стремятся ослабить результаты внешнего воздействия. Вот такую или подобную формулировку, я надеюсь, вы в прошлый раз написали. Ну и давайте мы сейчас посмотрим, как можно в этом количестве, как можно выяснить, что это может приводиться. Ну, еще раз, значит, внешнее воздействие, выводящее тело из организмического равновесия, стимулирует в нем процессы, стремящийся ослабить результаты этого воздействия. Вот так может быть сформулирован принцип «вешетелье» права. Значит, мы просто сейчас совершим такую большую техническую работу, но, в общем, не доставляем соотношение между определенными производными. Одних параметров по-другим, безотносительно того, это будет фактически чистая математика, поскольку эти соотношения просто следуют из того, что мы считаем, что у нас есть какие-то функции двух переменных каких-то, которые определяют состояние термодинамической системы. И, ну, используя самую такую простую математику функций двух переменных, мы получим некоторые соотношения, которые позволят нам сравнивать производные, ну, какой-то одной определенной величины по какой-то определенной другой величине, но в предположении, что при этом один раз фиксирована некая одна третья величина, а другой раз, ну, какая-то другая третья величина будет фиксирована. И вот эти соотношения, они носят такой, ну, совершенно общий математический характер. И благодаря, значит, вот этой формуле мы сможем количественно сравнивать вот эти какие-то две производные. Одна величина по другой причине, но один раз один процесс рассматривается, одна величина фиксирована при этом процессе, в другой раз другая. Вот эти неравенства, которые будут следовать из этого равенства, с которым мы получим, и в определенной ситуации позволяет нам делать некоторые выводы о том, что, да, действительно, физическая система, углубодимая как-то внешним воздействием в состоянии равновесия, реагирует таким образом. В ней начинаются какие-то процессы, которые, в конце концов, вращение вот этого параметра, вызванного внешним воздействием, в состояние не таким большим, как это было на старте. Регансация приводит к тому, что, конечно, никогда не снимается совсем в результате внешнего воздействия, но он все-таки в некотором отношении становится меньше. Ну вот, чтобы, значит, нам это некое соотношение получить в общем, что ли, в риге, когда мы какие-то просто произвольные параметры будем на них введут, давайте мы не будем сейчас их делить на какие-то внешние, внутренние, просто будем считать, что вот у нас есть какая-то пара параметров, и мы их назовем так, ну, абстрактно, так сказать. Ну вот, пусть есть какие-то два параметра, две величины, х первое и х второе. Ну и в состоянии равновесия у нас есть какая-то функция y, большое, скажем, которая зависит от того, что является, как является, вот, значением этих двух параметров. Мы только можем быть только так. Напишем сейчас, что у нас есть такая функция. Мы, конечно же, можем всегда написать дифференциал y. Просто вот напишем дифференциал и введем две какие-то новые величины. х первое большое, назовем ее. Это, естественно, вот такая церковь. Ну и х второе большое. Они какой-то свой самостоятельный физический смысл, конечно, могут иметь эти величины. Ну и, естественно, через них мы можем написать дифференциал вот таким образом. Если мы эти по значению введем, то, значит, можно написать вот дифференциал этой какой-то физической величины и переход в этот удобный. Ну и, конечно же, просто в силу того, что мы считаем, что через зависимость такова, что у нас имеется полный дифференциал, вот это выражение является, представляется полный дифференциал причиной у по стольку, значит, мы можем написать, естественно, вот такое соотношение, которое является необходимым условием полнотыки. Его быть не может так. Значит, если мы имеем в качестве дифференциал, то обязательно должно быть так. Значит, дифференциал, которая, естественно, зависит от х первого и х второго, значит, если мы ее подифференцируем по х второму малому, то это должно быть равно, производный от х второго большого по х первому малому при постоянном х втором. Ну вот, и можно сказать, тривиально какие-то формулы мы с вами написали, но этого нам еще не хватит, значит, для того, чтобы какие-то общие рассуждения дальше мы могли удариться. Давайте вот сейчас мы для себя, так сказать, скажем, что нам еще понадобятся, значит, некие соотношения, вот для того, чтобы их получить, ну, сейчас мне уже это придется убрать, давайте перейдем, как мы, это уже мелами там, имея в виду под этим и х, малые какие-то переменные, ну, вроде температуры и объема, это, конечно же, они могут и иметься в виду в каком-то конкретном случае, мы сейчас чуть поднее примеры рассмотрим. Ну, вот мы можем совершить преобразование лежанок, мы можем ввести величину, ну, я сразу ее дифференциално пишу, величину, скажем, вот такую, вот какая-то новая величина, х какая-то там с волной, скажем, я не буду ее специально как-то обозначать. Ну, вот, скажем, значит, вот такое произведение х первого большого на х первое малое и, соответственно, значит, для х второго большого умножим его на х второе малое. Да, вот если мы дифференциал вот такой вот функции, вот введем такую функцию, это вот преобразование лежанок, ну, по сути дела, привычное нам в работе с термодинамическими потенциалами, вот, введем такую новую величину, ну, и что тогда мы для дифференциала вот этой исключением будем уметь? Ну, естественно, значит, вот у нас есть вот такое выражение для Д.И., да, и когда мы, значит, распишем дифференциал вот этих вот двух произведений, то там, значит, естественно, у нас появится вот это слагаемое, такого типа слагаемого, которое сюда входит, здесь оно будет с минусом, они друг друга уничтожатся, друг друга уничтожат, и у нас останется только еще одно слагаемое, которое входит вот в этот дифференциал этого произведения, то есть минус x первое, dx первое большое, x первое малое на dx первое большое, ну, и точно так же минус x малое второе на dx второе большое. Значит, всегда можно, какая бы там у нас ни была, вот это вот х можно ввести вот новую функцию состояния, ну, и то, что вот нам нужно для дальнейшего, это вот формула, которая отсюда следует. Значит, поскольку это, ну, снова полный дифференциал, поскольку мы можем написать и вот такое соотношение, значит, dx первое малое по dx второе большое при постоянном x первом, это равно dx второе малое по dx первое большое при постоянном x втором. Ну, вот, такое райисто тоже мы можем с вами написать. И мы его сейчас используем, имея такую цель. Вот, ну, вот это мы можем сделать. Цель наша сейчас записать какое-то соотношение, как-то установить, и как соотносятся друг с другом, ну, вот, например, такие две производные. Вот у нас одна производная, пусть имеется в виду вот так, да, я написал бочку. Вот, давайте попробуем сравнить. Вот это производная с похожей, но все же другой производной, когда, ну, вот один раз фиксированной величиной является x второе малое, а другой раз x второе большое. Ну, вот я, скажем так, напишу в том смысле, что давайте сейчас произведем некоторые выпуски, которые вообще никаких предположений, ну, о физической стороне не содержат. Это будет, опять же, вот такая чистая математика, но цель наша вот как-то вот связать вот эти вот две производные. Ну, можно это делать по-всякому, но здесь, значит, вот удобно будет использовать запись вот этих производных как ликвианов, с которыми достаточно удобно можно вот какие-то преобразования совершать. Ну, вот начнем с того, что мы пишем dx малое первое по dx первое большому при вот этом фиксированном x втором. Значит, ну, конечно, у нас, мы исходили из того, что у нас есть какая-то, значит, величина y большая, потом мы ввели x, вот это первое, как производную, y по x малому первому x малому второму. Значит, естественно, x первое является какой-то функцией от x первого и x второго. Ну, и, разумеется, можно тогда, с учетом того, что какие-то связи существуют, вот так поступаем. Давайте сейчас будем считать, что, ну, вот, эта связь между x первым большим, x первым малым и x вторым малым позволяет говорить о том, что и x первое малое мы можем рассматривать как функцию x первого большого и x второго малого. И вот мы эту производную хотим сейчас сравнить вот с этой производной, а для этого мы, значит, действуем таким образом. Ну, вот мы хорошо знаем, что просто формальное, так сказать, использование якобиана, который будет вот нами написан вот так, вот в такой форме. Значит, x первое, x второе малое в первоку, а здесь x первое большое и тут то же самое x второе малое. Вот, если мы, ну, помним, что мы понимаем под этим символом, значит, это определитель второго порядка, в котором первая строчка представляет собой производная x первого малого по x первому большому. ну, это элемент 1а, если а, ну, вот символ матрицы, значит, а1-1, это вот эта производная. Ну, и вторая производная, ну, и вторая производная, это на месте 1-2. Ну, первая строчка, вторая столбец, это вот эта производная, ну, и во второй строчке, соответственно, единственная производная от x второго малого по x первому большому и по x второму малому. Значит, если мы его раскрываем, то с учетом того, что одна из этих производных равняется нулю, когда мы, значит, вот независимые переменные дифференцируют постольку, значит, у нас там все и сводится вот к этой вот производной. Ну, а, значит, это удобно, потому что мы сейчас можем таким образом написать эту единственную, ну, единственный, как бы, вот у нас вот такой гигабиан, мы его можем представить в виде произведения двух. Значит, это вот удобно сделать. Значит, ну, так сказать, формально сокращая, мы можем вот здесь вот написать dx первое, x второе, и вот здесь dx первое, x второе. Ну, как бы, вот они формально могут быть сокращены, ну, это правило гигабианическое, которое позволяет нам так написать. Значит, ну, почему это имеет смысл, значит, это имеет смысл, потому что вот ясно, что в состав вот этого определителя войдет, раз мы вот такой здесь, ну, условно говоря, в номинале написали, ясно, что будет производная x первого малого по x первому большому при фиксированном x вторым, 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 большим. Значит, ясно, что это вот, ну, нужная нам производная здесь будет, поэтому у нас какое-то соотношение получится, которое, значит, как-то будет связано вот эту производную вот с той, с которой мы хотели связаться. А дальше давайте мы, значит, поступим так. Вот этот определитель распишем я. Ну, а здесь у нас вот так, значит, уже получается при этом на умножение, что ясно, что вот этот определитель, этот гигабиан мы можем записать как производную dx второго большого, по x второму малому, при фиксированном x1. Этот гигабиан просто вот напишем как производная, а вот здесь вот мы просто раскроем, так сказать, значит, используя, ну, то, что вот это вот есть dx первое, по dx первому большому при фиксированном x втором, это первое, значит, первый элемент гигабиана. Значит, а здесь dx первое, а dx второе при фиксированном x первом, значит, здесь все точно так же, только x второе. Деференция. Вот, значит, такой вот определитель мы должны умножить на вот это вот производное, поскольку этот гигабиан фактически представляется можем вот такую производную. ну, давайте сейчас вот раскроем определитель, и тогда у нас получается так, dx первое, x первое, большого при фиксированном x втором, значит, мы должны умножить на dx. x первое, по dx второе, большого, и с момента минус, dx первое, по dx второе, большое, по dx второе, по dx второе, малое при фиксированном x второе, и с первым большому при фиксированном x второе. Значит, это вот у нас гигабиан. Вот, значит, вот так вот, скопка. Ну, и внешнее dx второе, большое, по dx второе, малое при фиксированном x первом, это вот 4 пишу. Теперь следующий шаг, ну, в общем, уже почти кончается, это деграмотина. Значит, вот, если мы сейчас несём квадратную скопку вот эту вот общую дожди, то очевидно, что у нас вот здесь теорема производной обратной функции позволит нам вот эти два множителя, ну, просто сократить. Ну, в том случае, что их произведение равняется единице. Значит, здесь просто поменяли величины аргументной функции. Ну, и потерями обратной функции, значит, потерями производной обратной функции вот это вот величина. Это единица, делённая на вот это. Вот они заключаются. И тогда, значит, у нас первое плагаемое при раскрытии скопок, оно как раз и даёт нам вот желанную вот эту производность. Вот она, значит, получается. Ну, а здесь, значит, дальше мы можем написать вот что. Значит, мы раскрываем dx первое малое по dx второе, фиксированное x первым, dx второе малое по dx первое большое, фиксированное x второе, значит, тут у нас получилось вот такое вот соотношение. Ну и вот, значит, сейчас мы с вами можем воспользоваться соотношением, ну, которое у нас получилось, когда мы вот перешли от какого-то y к, ну, ещё одной какой-то функции состояния, значит, y минус произведение. Значит, x первое малое большое, ещё минус x, произведение x второе, малое, большое. Там, значит, у нас в связи с этим у нас получилось, ну, оно давно уже отсутствует на доске, у нас получилось, значит, соотношение, которое говорит о том, что вот это вот производство, она равняется вот этим. У нас возникло там вот такое равенство. Ну, посмотрите, но, значит, именно так ведь там получилось, и поэтому фактически здесь стоит квадрат. Квадрат, ну, можно эту написать, можно эту величину написать. Давайте, значит, напишем первое. И, значит, тогда у нас получается так, dx первое малое, dx первое большое, с фиксированным x второе, и, значит, вычитается dx первое по dx второе, с фиксированным x первое. Вот эта производная берётся в квадрате и умножается. Ну, вот это хорошо, что квадрат, потому что это величина, имеющая определенный, безусловно, знак. Ну, и вот ещё вот этот вот умножитель. dx второе большое по dx второе малое, x первое. Ну, давайте я напишу, нам пригодится, так сказать, в чистом виде вот с чего начиналось-то. Значит, это величина, которую мы вот так вот превратили вот в это выражение. Значит, у нас там начиналось, так сказать, x первому малому, ну, вот дифференцированному, x первому большому, при фиксированном x втором, мало. Вот это вот и равняется, значит, dx первое, малое по dx первое, при фиксированном x втором, и, значит, вот результат, такой здесь, dx первое, dx второе, при фиксированном x первом по квадрате, значит, ну, вот, вот так, вроде, всё верно, мы можем, значит, вот вывелим вот такой вот способ. Значит, действительно никаких предположений относительно того, какими физическими величинами являются вот такие вот x, мы не делали, и, ну, получили вот какую-то такую формулу очень общего вида. И как мы её можем использовать, что она нам может дать? Ну, вот она нам будет служить таким образом, мы можем, ну, скажем, если мы каким-то путём устанавливаем, что вот это производное, ну, например, на положительную, да, то поскольку здесь стоит квадрат, мы тогда заведомо, вот при положительности, мы можем заведомо сказать, что, значит, вот это вот производное, при фиксированном x втором, больше, чем вот это, что тут будет вычитаться что-то, значит, положительное. Я правильно, неправильно сказал, да, если здесь что-то вычитается, и, значит, у нас, вот если это отрицательная величина, то понятно, что вот это производное больше, чем вот это, у нас тут что-то вычитается и получается вот это. Ну, и, наоборот, значит, конечно, если мы как-то устанавливаем, ну, придаём какой-то конкретный смысл этим буквам, и из физики приходим к выводу, что, значит, эта величина, эта производная отрицательная. Тогда эта добавка будет положительной, ну, и понятно, что вот эта производная вычисленная при такой фиксированной величине, она будет больше, чем обычной. Ну, можно сравнивать по величине эти производства. Ну, вот давайте попробуем, значит, таким образом, ну, сначала на таком, на общем уровне, что ли, применить вот это соотношение. Значит, ну, вот давайте представим себе, что внешние условия заставляют, ну, вот после того, как установилось равновесие между нашей системой и окружающей средой, ну, какие-то два параметра системы принять вот эти вот значения x1 и x2 малое. Значит, система сама по себе тоже, естественно, пришла в состояние равновесия, и тем самым определились значения вот этих вот параметров x1 и x2 большое, как вот функции. Значит, значит, у нас есть x1 и x2, они выделяют состояние, ну, и эти функции x1 и x2, они тоже, значит, определились, их значения определились, ну, вот как функции вот этих вот x1 и x2 малое. Давайте представим себе, что внешние условия резко изменились, и параметр, скажем, значит, x1 принял вследствие этого воздействия новое значение x1, ну, это x1, большевое, и дальше этот параметр, значение его вот этого удерживается, ситуация переменилась, значит, вот этот параметр изменился, не x1, малое, x2, малое, а вот этот параметр, значит, изменился, и в дальнейшем он удерживается. Ну, естественно, вследствие этого воздействия системы выводится из состояния равновесия, значит, параметры, ну, кроме вот этого, что он, такую ситуацию рассматриваем, он изменился и удерживается, он имеет определенное значение, все остальные параметры, ну, какое-то время, вследствие вот этого внешнего толчка, теряет свою определенность, начинается вот этот процесс релаксации, ну, и, значит, он, в конце концов, он, так сказать, успел. Успокаиваться при новых значениях этих величин, и мы можем, значит, рассуждать вот таким вот образом. Ну, а как именно изменятся, значит, вот эти вот наши остальные величины? Вот, значит, вот с x1 понятно, навязаны извне, а что произойдет с остальными величинами? Ну, вот, опять же, предположим, представим себе, что вот это вот изменение x1 большого, начальный момент воздействия, никак не сказывается на значении x2 большого. Вот этот параметр изменили, ну, и вот, просто в силу определенной инерции, в силу определенной инерции, вот, на старт, значение x2 не изменилось. Изменилась x1, а x2, ну, просто не x2, изменилась x1 большая. x2 большая просто в силу определенной инертности определенной не изменилась. И тогда мы для изменения x1 малого на старт, мы можем записать вот в такую формулу. Значит, дельта x1 малого, это, естественно, тогда, значит, производная x1 малого под x1 большому, при фиксированном x2, исходя вот из того, что изменения x1 происходят при фиксированном значении x2. Это написано теста. Значит, ну, и, естественно, для того, чтобы понять, насколько изменился параметр, нам надо, значит, знать вот эту производную, мы ее должны умножить на дельта x1. Вот, изменение дельта x1 на старт, значит, оно будет определяться, вот, конечно же, таким выражением. Значит, если релаксация дальше пойдет в таких условиях, что по ее завершении значение x2 малого восстановится, то окончательное изменение дельта x1 малого, ну, вот это новое состояние будет, значит, состоянием, в котором у нас x1 и x2 малое примут вот такие значения. Значит, x1 будет представлять собой x1 исходное плюс изменение x1, которое, значит, произойдет, ну, вот, как я замечал, сейчас, значит, высказанное, это предположение, при фиксированном старом значении x2, вот это будет значение наших параметров в конце процесса. Поскольку, ну, вот, мы просто предполагаем, значит, когда мы будем делать дело с конкретными физическими величинами, мы, ну, будем понимать, что это означает. Ну, вот, предполагаем, что, значит, процесс релаксации приведет к тому, вот, условия такие созданы, что все успокаивается при новом значении x1 малого и старом значении x2 малого. Значит, мы скачком изменили x1 большое, и, ну, просто вот, по нашему предположению, в силу нашего предположения, значит, когда процесс релаксации заканчивается, то, ну, потерявшие определенность x1 малое и x2 малое, в конце концов приходят вот к такому, такой, ну, паре значений, вот они, значит, выписаны. Так вот, значит, для этой ситуации мы можем вот это вот дельта x1 при фиксированном x2, мы его, конечно, можем записать так. Значит, ну, вот аналогичным образом это дельта x1 малое по дельта x1 малое по дельта x1 малое по дельта x1 малое по дельта x1 малое большое при фиксированном x2, ну, умноженное, конечно, поскольку это все вызывается изменением x1 большого на tx1 большого. И вот, ну, поскольку это tx1 большое одно и то же, то, значит, мы можем судить о том, какое будет, каким будет, как по величине, какими будут по величине, мы можем сравнить вот эти изменения на старте, это изменение стартового, но, может быть, вот так вот, никогда не поздно, наверное, добавить, вот здесь я не написал, но давайте добавим, чтобы различать вот эти вещи, ну, явно, вот здесь это стартовое изменение, а это то, чтобы по прошествии процессореновации применять. Так вот, значит, ну, глядя на эти выражения, мы понимаем, что они различаются друг от друга, отличаются друг от друга, отличаются вот на это вот слагаемо, вот это вот слагаемо. Ну, и, значит, конечно, ну, отсюда не видно, как это, ну, совсем не обязательно, конечно, чтобы, значит, у нас, вот, значит, это производная, чтобы вот эта вот производная на старте, которая, значит, чтобы она была больше, чем та, которая, ну, окончательно характеризует вот это изменение. Но, когда мы, если мы, вот, принимаем принцип Лиша-Колье, то, значит, всегда должно получаться так, что вот это вот наше производное имеет такой знак, что, значит, в конце концов у нас всегда релаксация приводит к тому, что вот это вот окончательное превращение с первого меньше, чем то, которое было на старте. Вот, ну, такое формальное математическое, значит, проявление, что ли, принципа Лиша-Колье заключается в том, что, сравнивая, значит, вот эти вот изменения, мы убеждаемся в том, что стартовое значение больше, чем то, что возникает, когда заканчивается процесс релаксации. Вот это, ну, такое формальное, некое формальное соотношение, которое в соответствии с общим принципом, высказанным, вот, ну, прежде всего, Лиша-Колье, это общее утверждение, значит, оно вот может находить подтверждение в определении знаков этих производных, вот, в этом сравнении. Давайте сейчас вот посмотрим, ну, какую-то конкретную, значит, вот ситуацию, выберем какие-то конкретные, ну, придадим какие-то конкретные физические смыслы вот этим нашим переменным x, ну, и посмотрим, как, что это может, так сказать, означать. Ну, вот давайте, значит, представим себе, что наша система какая-то погружена в термостат, и она находится под некоторым определенным внешним давлением. Ну, вот это типичнейшая ситуация, при которой мы обычно, ну, как физические тела существуют. При температуре, которая в последние дни тут у нас всем, насколько я понимаю, досаждает, которая слишком большая, ну, душно и жарко часто бывает сейчас в аудитории, потому что зима еще не наступила, батарея работает на полную мощность, а пластиковые окна, не то что деревянные, которые в какие-то естественные щели как-то позволяют поддерживать нормальную температуру, а здесь очень часто бывает, что, ну, вот температура и фиксированная, опять же, внешняя атмосфера для нас, значит, просто для нас с вами. Ну, в этих наших рассуждениях еще у нас просто есть какая-то, не обязательно там 28 градусов и не обязательно 101 325 паскалей, значит, вот есть какая-то фиксированная термостатом, литература термостата, ну, вот, она равна Т0, и есть какое-то внешнее давление, под которым наша система находится, это вот, значит, какой-то П0. Ну, и вот давайте возьмем в качестве таких конкретных параметров x1 и x2 объем, ну, и температуру нашей системы. Значит, вот пусть эти две буквы, мы все время укладываемся такой парой для того, чтобы определить состояние, задать состояние системы. Значит, объем и температура. Ну, в состоянии равновесия, конечно, температура нашей системы равна температуре термостата. Ну, какими величинами могут быть в таком случае, вот, в нашей общей теории были какие-то x1 большое, x2 большое, да? Значит, что может быть тогда здесь у нас сейчас? Ну, легко догадываться, конечно, что-то ведь всегда эти какие-то такие причины физические, они всегда никакими парами выступают. Конечно, это вот с объемом будет сопряжено давление, а с температурой энтропии, но тут в большую роль играют знаки, конечно, потому что, ну, все, в общем-то, вся игра строится на том, что какие-то производные имеют какие-то определенные знаки. Ну, и вот как нам выбрать эти самые x1 большое и x2 большое? Ну, вот если мы с вами напишем выражение для дифференциала минус свободной энергии, ну, здесь нарочно, так как если мы рассмотрим дифференциал минус свободной энергии, то свободной энергии взятая с минусом, то тогда, значит, как мы с вами помним, вот для дифференциала будет справедливо написать вот такое вот соотношение. Значит, если мы в качестве вот этой величины y большое, у меня было там, ну, в самом начале написано y большое, ну, пусть это минус свободной энергии. Ну, тогда понятно, что в силу того, что для этого дифференциала у нас вот такое выражение может быть написано, тогда, значит, понятно, что в качестве x1 большого значит, у нас выступает давление, а в качестве x2 большого у нас выступает фонтерапия. Вот они, значит, оба в данном случае мы оба возьмем, мы должны взять со знаком плюс. Ну, если вот говорить про ту величину, которая представляет собой в наших общих рассудениях, y большое минус, там, помните, x1 малое, x2 малое, x1 малое, x1 малое, x1 малое, x2 малое, x2 малое, x2 большое. Вот, ну, что она тогда превратится в этом нашем конкретном примере? Значит, легко увидеть, что это будет минус энтаргия, когда мы, ну, вот, напишем, значит, минус f и минус st минус pv. А что это такое? Значит, фактически это будет энтаргия со знаком минус. Для нас это не важно сейчас. Я просто хочу сказать, что, ну, вот эта величина ничего экзотического собой не будет представлять. Значит, это хорошо знакомо нам энтаргия, но только взятая со знаком плюс. Так вот, давайте теперь, значит, обсудим вот такую ситуацию. Значит, вот у нас мы состояние системы задаем с помощью объема и температуры, а изменим мы скачком внешнее давление. Вот пусть у нас внешнее давление изменилось на какой-то дельта-п-смолеон. Внешнее давление изменилось на вот такой-то дельта-п-смолеон. Как, когда изменится объем? Естественно, объем будет меняться при этом. И изменение объема на старте мы можем записать таким образом. Значит, вот это изменение объема на старте – это изменение объема, которое определяется условием постоянства энтаргии. Ну, потому что теплообмен – это всегда инерционный процесс, и вот мгновенным образом у нас изменение объема будет определяться производной ДВ по ДП при постоянном С. Ну, она вычисляется, конечно, только ДВ по дельта-п-смолеон. И, конечно, надо вычислить, но и ДВ по дельта-п-смолеон. Вот стартовое изменение объема может быть, конечно, записано вот таким вот образом. Но система находится в термостате. Значит, и, конечно же, процесс ремонтации закончится при вот этом новом значении давления по 0, плюс ДВ по 0, потому что вот мы внешней силой вот изменили давление таким образом, и удерживаем его дальше вот таким. А что касается температуры, то, естественно, она, потеряв свою определенность на время процесса релаксации из-за того, что система находится в термостате, все равно, значит, вот это конечное значение температуры будет то же самое Т0. Сначала, значит, ну просто, строго говоря, действительно температура потеряется ее определенность, но из-за контакта с термостатом, значит, в конце концов, она снова равна этому самому дельности. Поэтому для того, чтобы найти, как, в конце концов, изменится объем, мы должны воспользоваться вот такой формой. Значит, давайте мы напишем, значит, вот такую формулу. Это, даже, я подумаю, при постоянном Т мы должны, как мы, вычислить, ну, при Т0, то есть, вот у нас есть, таким образом, два возможности, ну, невозможных, а два изменения объема, стат, вот этот дельта В при постоянном СК, конечно, дельта В при постоянном Т, при постоянном Т равном Т0. И мы должны их сравнить сейчас. Значит, мы фактически, вот давайте воспользуемся этой формулой, которая тут вот у нас, значит, написана. Значит, в качестве Х первого малого мы должны написать В, в качестве Х первого большого мы должны написать, значит, П, а Х второе малое – это Т. Вот, значит, таким образом, нашим соотношением мы должны распорядиться. Значит, здесь у нас, ну, то же самое, ДВ по ДП. ДВ по ДП. Но здесь стоит Х второе. Значит, это энтропия. Это энтропия. Значит, здесь дальше, значит, вместо Х первого малого я должен написать объем, а здесь, значит, Х, что там? Энтропия. Я только что с Георги потерял, значит. Энтропия. Что тут надо написать? Энтропия здесь. Энтропия, да? Вот. Ну, и тут, это значит, С и С и Т. С и Т. Да, С и Т. Ну, и Х первое большое – это П. Вот я просто, видите, все наши уголки. Х первое большое еще. Конкретизирую. И Х первое большое еще. А, значит, Х первое большое – это П. Это П. Ну, вот, значит, вот, собственно говоря, у нас, естественно, эти два изменения, ну, при одном и том же ДЛТП, они определяются, в соотношении между ними определяются вот этими вот производными. Значит, ну, здесь у нас в любом случае стоит квадрат, а вот, что касается вот этой производной ДСПДТ при постоянном П, то, как мы понимаем, она, значит, такой смысл имеет – это физический, это величина, которая может быть понята так. Это производная – это теплоемкость вот этой нашей системы при постоянном давлении, поделенная на Т. И, значит, никаких сомнений нет, значит, если наша система находится в состоянии устойчивого равновесия, то понятно, что, значит, эта величина положительная. Эта величина положительная. Значит, эта величина положительная, это квадрат, и отсюда нам ясно, что вот эта производная меньше, и, соответственно, мы можем совершенно определенно сказать, что вот это вот изменение объема конечное меньше, чем то, которое было на стартах. Таким образом, вот это в процессе релаксации первоначальное значение изменения объема будет становиться меньше. Система находит такой простой выход, вот, значит, из этой ситуации, когда на нее оказывается какое-то воздействие. Значит, она просто остынет. Она просто остынет, и объем, вот в сравнении с первоначальными, это первоначальное адиопатическое воздействие приведет к тому, что температура, ну, не будучи определенной по-настоящему, она все-таки вырастет в результате этого адиопатического воздействия. Но поскольку система находится в термостате, она найдет выход такой. Она просто, значит, в процессе релаксации придет к исходному значению температуры. Она, вот, находит выход в том, что она остынет и сожмется. Объем будет меньше в конце процесса, чем был на стартах. Так, значит, на самом деле уже давно прошел этот перерыв, да? Я еще хотел еще один, ну, конкретный пример обсудить. Ну, может, все равно, тогда давайте просто вскоре перерывем. Ну, все. Значит, вот, ну, как-то, скажем, заделан, да? Вот, давайте. У него есть какая-то определенная длина в отсутствии нагрузки. Ну, и мы будем его состояние отсчитывать, ну, указывая в удлинении. Вот, значит, это удлинение, это вот и есть, значит, вот этот над x. Ну, и это связано с тем, что вот мы его подтягиваем силой. Ну, он остается на месте, тут он закреплен, значит, над x у него действует со стороны стенки с другой стороны. Вот он остается на месте, ну, и, значит, состояние его, ну, все это вот, ну, допустим, просто в атмосферном воздухе, которое можно рассматривать как термостат. Значит, и таким образом состояние нашего стержня определяется его длиной и, соответственно, значит, температурой T. Вот, если мы сейчас хотим написать выражение для элементарной работы, то с ней, очевидно, надо поступить таким образом. Вот поскольку сила, с которой стержень действует на окружающую среду, ну, какие-то там что-то, что растягивает, значит, этот стержень его, ведь мы работу системы имеем в виду, всегда мы так договорились, что мы будем считать, что вот это наше 3.1.2 в наших общих формулах – это работа, которая совершается с системой. Ну, и поскольку эта сила противоположная, у меня внешняя сила написана, а, значит, система действует на окружающую среду силой, направленной противоположное перемещение. Ну, неважно, растягиваем мы или, может быть, мы его сжимаем, конечно, значит, но в любом случае, значит, работа, ну, сила на путь, но из-за вот этого хосинуса пи, значит, работу мы должны будем написать вот таким вот образом. Ну, и я сейчас не буду, поскольку времени уже так много, значит, давайте вот эти наши общие буквы выберем таким образом. Значит, вот сейчас у нас х первое – это вот это вот удлинение, х первое – мало, значит, х второе – это, естественно, пробиатура, и вот тогда аналогичное рассуждение, значит, проводя вот х первое – большое у нас сейчас – это минус х. Ну, вот было плюс п там, а теперь это будет вот минус х, ну, потому что как будто не плюс п на дв, как было раньше, это вот минус х на большое на dx мало. Ну, и, естественно, по-прежнему, значит, х второе – это с. Вот, можно любой выбор сделать. Ну, и, значит, давайте я напишу окончательно, ну, просто спешу вот, что у нас тогда получается, когда мы вместо этих общих букв подставим то, что здесь у нас выбрано в качестве этих букв, физически определенные какие-то величины, значит, в конце концов, вот получается вот такая штука. Вот это производим при постоянном t, а это производим при постоянном t, и плюс dx по ds при постоянном x квадрате на ds по dt, то же самое, значит, при постоянном x. вот, значит, теперь мы используем, разумеется, вот опять, значит, здесь у нас практически стоит положительная вот эта вот самая производная, и мы приходим в результате, вот, разглядывая это неравенство, мы приходим к тому, что у нас вот это вот производное больше, чем вот это производное. вот так, ну или если мы перейдем к обратным производным, а диаграмму растяжения обычно рисуют таким образом, значит, силу прикладываемого, вот удлинение откладываем, то тогда надо будет перевернуть в знак неравенства, ну, и вот у нас тогда, значит, возникает неравенство вот такое. Вот. Если мы ограничимся областью угру и деформаций, то там зависимость x большого и x малого очевидно такая, ну, значит, сила и удлинение связаны такой прямой пропорциональностью, где k, ну, это то, что называется жесткостью стержня, величина, которая пропорциональна модуру юнга, ну, может быть, значит, ладно, это не так важно, и вот при предположении такой зависимости, значит, у нас получается так, что жесткость, ну, при постоянной температуре меньше, чем жесткость адиабатическая. То есть, мы приходим к выводу, что вот между этими жесткостями существует вот такое вот соотношение. я в таком случае могу нарисовать просто начальный, так сказать, этап геограммы достижений для вот этих вот двух ситуаций. Значит, вот таким вот образом, значит, у нас кривая, которой отвечает постоянной энтропии, то есть адиабатическая кривая, кривая, значит, она идет выше, чем кривая, которая связана с изотермическим растяжением. Значит, вот, ну, что, собственно, в связи с этим мы, к какому мы приходим, значит, заключению. У нас получается таким образом, вот эти две прямые, значит, они относятся к двум, конечно, крайним случаям растяжения. Вот здесь это мгновенное увеличение нагрузки и, значит, ну, естественно, мгновенное начальное какое-то удлинение, которое, значит, у нас получается, является, значит, вот таким вот образом. И в связи, значит, вот с вот этой картинкой, значит, мы можем сказать следующее, что вот эта связь, которая возникает, ну, вот эта прямая, она дает связь между приложенной силой, ну, напряжением, можно сказать, и удлинением в случае мгновенного, мгновенного удлинения. Значит, если мы говорим об этой второй картинке, то это ситуация бесконечно медленного удлинения, когда, значит, за счет контакта с тормостатом температура стержня все время, ну, успевает, так сказать, оставаться постоянно. Ну, и, значит, вот эти две такие картинки, они, по сути дела, представляют два таких вот крайних случая растяжения, которое в реальности, конечно, совершается теплообмен, ну, непосредственно вот в процессе растяжения. И фактически диаграмма растяжения, ну, если на нее, так сказать, тщательно смотреть, то она на самом деле представляет собой вот что-то вот такое. Вот эта средняя линия, значит, она изображает то, что у нас будет после того, как мы, значит, растяжение произошло, и мы оставляем, значит, наш стержень, ну, вот в этих неизменных условиях, когда температура, значит, фиксирована, и он меняет свою длину в соответствии с этой своей, значит, возможности, со своей возможностью, значит, опять-таки остыть, вот, или, наоборот, нагреться. Тут для того, чтобы все это было до конца понятно, надо еще одну вещь, значит, написать. Вот надо сказать, что, значит, у нас из некоторой, некоторой очевидной такой связи между производными вытекает вот такой вот вывод. Значит, у нас дх по дх большому постоянному терм больше нуля. Вот оказывается, что при увеличении нагрузки, значит, длина растет, естественно, ну и температура при этом, значит, оказывается падающей, когда мы растянем. То есть, вот, может быть найден вот такой вот результат, dc, dx при постоянном s, это, значит, отрицательная величина. И, фактически, вот этот результат можно, опять-таки, значит, предвидеть, используя принцип Лешетелье Брама. Значит, стержень в соответствии с принципом Лешетелье Брама должен сопротивляться воздействию. Значит, вот, если его удлиняют, то что ему надо сделать? Значит, ну вот остыть для того, чтобы при постоянном s укоротиться. Значит, и если мы его сожмем, то ему захочется нагреться. Он так и отреагирует. Нагреется и увеличит свою длину. То есть, первоначальное воздействие будет больше, чем в конце концов установится это удлинение. Значит, удлинение при первоначальном воздействии то ли мы сжимаем, то ли мы растягиваем будет больше, чем то, что возникнет в конце концов за счет теплообмена. Система должна иметь возможность, конечно, но если она у нее есть, то она всегда находит какой-то канал для того, чтобы результат внешнего воздействия уменьшился. Ну, вообще, в принципе, значит, это всегда работающий такой общий принцип и какой-то количественный анализ может быть сделан с помощью, ну, вот этих общих формул, которые мы с вами получили на первой половине лекции. Ну, давайте с этим покончим и перейдем с этой темы, так сказать, закончим и перейдем к следующему нашему параду, к третьему, который мы назовем так, правило фаз Гипса. Правило фаз Гипса. Джозай, Юниру, Уил, Ларда. Джозай, Юниру, Уил, Ларда, Гипса. Значит, речь идет вот о чем. Значит, знаменитое, можно сказать, правило. гибсон задался вопросом о числе динамических степеней свобода равновесной многокомпонентной гетерогенной системы пусть равновесие достигнута все химические реакции закончились все механические движения закончились выровнялись давление и температура таким образом будем исходить из того что значит давление и температуру во всех фазах одно и то же и это какие-то ну и давайте выберем для числа компонент химических составляющих этой нашей системы и для числа фаз нас имеется и r фаз тогда состояние каждой базы и тем самым всей системы разумеется определяется количество вещества каждой компоненты в какой-то любой конкретной фазе давление и температура одинаково но тогда конкретная фаза будет вполне так сказать нам ясна что он на собой представляет мы будем знать сколько каждый компонент содержится в данной конкретной фазе ну давайте вот выберем буковку вот такую значит вот так вот поступим n ну и два значка нам надо чтобы указывать число фаз указывать фазу и какую-то конкретную компоненту но здесь скобочки поставим чтобы это не казалось степенью и букву n большое я написал для того чтобы ну вот с этой n она не путалась это вот всегда конечно про тема значит м это большое это вообще говорят число число 0 значит я обычно писал вот такое но сейчас я написал небольшое вот чтобы не смущало нас присутствие этого м которое выбрано как число компонент значит вот здесь значит давайте будем считать так что вот этот верхний значок указывает нам на то о какой фразе идет речь то есть вот поменяется а вот это вот символ компоненты компонента ну то есть и меняется значит мы знаем про состояние системы все если вы знаем что каждая фаза имеет температуру t давление п и в ней вот значит столько выбрали какое-то конкретное значение к и в ней вот столько-то первые компоненты н первое с этим к н второе там и так далее вот мы все это знаем ну на самом деле нам не надо знать все вот эти н но поскольку у нас есть конечно определенные условия вот количество каждой компоненты в целом в этой системе это нечто фиксированное она как-то перераспределяется по фазам но итоговое количество остается неизменным ну и поэтому конечно же собственно для того чтобы знать состав фазы нам на самом деле нужны не собственное количество а концентрации ну зная количество мы естественно можем легко перейти к концентрации и это стоит сделать потому что для концентрации у нас есть очевидное условие сумма всех концентрации для данной для концентрации компонент в фазе есть определенные условия и это важно нам будет учить значит вот давайте определим концентрацию этой компоненты в этой фазе значит вот таким вот естественным образом это доля доля количество вещества то есть числитель отправим это н и просто суммируем по всем фазам суммируем по всем компонентам вот значит здесь у нас вот это еще раз значит это количество вещества вещества вот с номером и в кратой фазе а здесь значит полное количество вещества вот это в катой фазе а это количество вещества вот этого определенного типа значит поэтому это море так сказать это доля тут море тут море это доля значит вот этой нашей этой компоненты в конкретной катой фазе значит очевидно конечно что если мы просуммируем вот это по и значит на концентрации наложено вот это вот условие значит таким образом у нас вот состояние этой витам генной много компонентной системы по нашему предположению определяется параметрами такими значит температура давление концентрации значит ну всего концентрации в общем случае значит это множество н очевидно да эти два значка но у нас есть вот такое количество условий которые накладываются на концентрации значит это количество определяется числом значит фаз ну то есть этих условий значит сейчас мы значит можем мы должны учесть что между этими всеми параметрами существует существуют связи которые определяются условиями химического равновесия мы считаем достигнутыми термическое и механическое равновесие мы уже определили температуры и давление во всех базах одинаково у нас же есть еще условия химического равновесия значит это означает что химические потенциалы любой компоненты во всех фазах должны быть одинаково для того чтобы вот этого перехода вещества собирание его какой-то одной фазе не было для истинного вот равновесия этой многофазной многокомпонентной системы должны быть равны химические потенциалы каждой компоненты во всех фазах ну то есть значит вот кроме вот этого вот условия это условие которое наложено на эти наши параметры значит у нас параметры которые определяют состояние системы безотносительно к условиям в общем случае это вот это т это п и вот это эти наши концентрации вот их их много значит ну сколько н умножить на р вот но есть еще значит условия химического равновесия которое которое ну вот давайте здесь написать так вот значит мы берем какую-то одну определенную компоненту первую и значит ее химический потенциал но он рассматривается как функция т.п. и вот этих всех концентраций значит он должен быть первой фазе равен химическому потенциалу этой же компоненты во второй фазе ну и так до последнего значит фаз у нас р штук вот это для первой компоненты ну точно так же для второй значит это у меня двоечка а вот это вот р они вечно че р и двойка всегда у меня выглядит к сожалению очень похожий ну и последняя такая цепочка равен химическому потенциалу это значит для последнего компонента значит их у нас штук значит мюн в первой фазе должно быть равно мюн химическому потенциалу вот у нас переменные которые определяют однозначно состояние системы а вот условия которые наложены на эти перемены вот столько у нас выписано соотношение которые делают вот эти переменные связанными друг с другом ну и гипс говорит давайте найдем число термодинамических степеней свободы вот для этой многокомпонентной гетерогенной системы то есть давайте мы чтем из полного числа переменных число уравнений которым эти переменные подчиняются и получим то что начну мы привыкли называть число термодинамических степеней свободы ну значит сколько у нас вот здесь переменных значит это двойка просто учитывающая тмп и плюс вот сколько здесь у нас концентрации значит это n умноженное на r один значок пробегает n умноженное значение другой r а теперь давайте будем вычитать давайте напишем здесь букву f скажем такую наверное вы тоже как-нибудь ее уместите я конечно имею ввиду число степеней свободы вот эту букву f если мы его обозначим то значит у нас получается так 2 плюс n умноженное на r а теперь вот нам надо вычесть вот сколько здесь у нас значит равенств у нас написано в строчке первая вторая до n а равенств здесь очевидно r минус 1 вот в каждой строчке r минус 1 равенство это последняя ртая да вот первое равенство второе а для этого так уже не скажешь значит здесь уже ничего нет значит r минус 1 r минус 1 равенство и r строчек ну и значит плюс еще мы вычесть должны вот эти соотношения значит их столько сколько у нас фаз а это r это значит что еще r в соотношении вот значит число степеней свободы очевидно определяется вот таким вот образом ну значит если мы раскроем скобочку эту то у нас вот это вот нр сократится вот с произведением нр которое здесь у нас с минусом и следовательно окончательно значит у нас получается так 2 когда мы будем раскрывать здесь будет плюс n и минус r вот получается так ну то есть вот мы значит в конце концов вот если здесь вот выписать вот это вот число степеней свободы этой нашей системы ну в этих предположениях конечно которые какие-то мы сделали ограничение какое-то наложили вот но в равновесии вот тогда значит вот у нас число степеней свободы дается вот такой формулы 2 значит число компонент минус число фаз ну и по своему смыслу ну что например значит отсюда следует вот если у нас система такая ну что например значит отсюда следует чистое вещество какое-то одно чистое вещество одна компонента n равно 3 то тогда число фаз которые могут быть в равновесии значит оно ограничено вот таким образом не больше чем 3 чистая система n равно единице ну и получается вот так ну или может так приятнее написать вот если мы имеем дело с чистым веществом то не более чем 3 фазы могут находиться в равновесии при этом число степеней свободы очевидным образом будет равно нулю если действительно равно 3 то число степеней свободы это будет означать что на плоскости pt у нас есть одна единственная точка одна единственная точка с каким-то определенным конкретным значением pt только вот при данной температуре и в данном каком-то давлении но они для каждого вещества конечно какие-то свои но есть одно единственное это состояние которое и по понятным причинам что называется тройной точкой в котором значит вот все три фазы вещества ну обычно это конечно мы говорим о жидком твердом и газобранном хотя вообще говоря это ну не обязательно это всем нам хорошо знакомый пример значит это ну по определению вот при атмосферном нормальном давлении значит сложно отличить 325 паскалей значит это по определению температуры тройной точки это 273 и 16 сотых градусов келью мы так температуру просто определяем хотя конечно она выбрана таким образом ну еще так сказать когда-то раньше шкалы были введены и сейчас температура назначена температура тройной точки чистой воды я сказал или нет вода конкретное вещество для воды тройная точка вот эти вот 273,16 градуса значит остакомпонентная система не более чем три фазы поэтому если кто-то вот скажем нам говорит что у него сделано открытие такое нечто он обнаружил что какое-то чистое вещество есть какие-то четыре фазы вот значит первая вот третья вот скажем четвертая фаза да и они в какой-то точке вот смыкают это область в той части первая вторая третья это четвертая фаза но якобы вот у него так получили есть одно состояние в котором сходятся эти линии равновесия для фаз по отдельности ну и вот у него такая диаграмма в принципе это означает что он ну либо он не понимает ну почему-то ему кажется что-то чистое это на самом деле чистое вещество ну или еще какие-то ошибки но очень в принципе для однокомпонентной системы такой диаграммы быть не может потому что максимум могут сходиться три три эти три линии ну это видимо мы в следующий раз будем об этом говорить значит эти тройные точки бывают у всех веществ известны у всех веществ кроме гелия есть одно единственное вещество гелия у которого этой тройной точки нет ну а так вот для всех остальных значит числых веществ это тройная точка существует ну и значит это вот ну понятно что три могут фазы так вот садись а большее число нет еще две минуты скажем осталось давайте я нарисую еще пару диаграмм которые тоже на самом деле ну быть не могут ну и я немножко потом это вообще очень полезное фактически полезное правило немножко об этом в начале следующей лекции ну потом там проявлю точку поговорим я сейчас хочу оставшуюся вот минуту использовать вот смотрите вот можно нарисовать вот такую вот диаграмму скажем гипотетически нарисовать можно бумагу стерпит все что угодно реально она не существует ну вот чтобы не мучиться значит просто срисую вот вот скажем значит здесь область устойчивости первые фазы это третья это вторая а вот здесь значит это такая вот область где сосуществуют первая вторая и третья фаза значит почему этого не может быть значит если речь идет о вот в этом же условии о сосуществовании значит трех фаз то значит тогда вот если мы значит считаем что у нас вот здесь вот при этих пт р равно 3 р равно 3 то тогда значит для однокомпонентной системы число степеней свободы будет равно нулю единица и три фазы число степеней свободы равно нулю а у нас здесь на самом деле видно что мы можем менять две переменные две степени свободы будут находиться в равновесии три фазы однокомпонентной системы при условии что мы можем менять температуру можем менять давление два параметра можем умереть у нас оказывается два две степени свободы и мы можем регулировать оставляя систему в равновесии они могут существовать потому что вот еще раз через трех фазах компонентной системы точность может быть только одна какая-то точка а у нас допустим убеждает что есть такая возможность есть такая область на диаграмме ну и последнее значит это вот последний пример просто еще один такой пример вот у нас есть какие-то пусть у нас есть две фазы вот здесь область устойчивости там вот здесь область устойчивости другой кто-то нам говорит что вот он видит что у него значит могут сосуществовать вот в этой области какие-то две фазы значит этого тоже не может быть потому что опять же по такой же причине что если здесь у нас значит число вас если число вас два то то значит и система однокомпонентная то у нас число степеней свободы остается значит равным единицам единицам эти дворец сократились число степеней свободы равно единицы значит на этой диаграмме может быть только линия какая-то значит одна степень свободы ну ты выбираешь но при этом жестко определяется или наоборот значит ты выбрал хорошо в выборе свободе но температуру выбирать нельзя потому что в этой ситуации число степеней свободы равно единице вот а если кто-то рисует вот эту вот область можно менять два параметра две степени свободы вот это вот область значит вот равновесие могут быть значит эти какие-то две фазы и тут и тут ну значит опять же это противоречит правилам фазы вот я немножко к сожалению не кончил этот параграф ну с него как я уже сказал начнем в следующий раз а потом двинемся дальше там правильная точка ну и потом правда переходят другого рода конечно